всем привет ребята добро пожаловать на канал traveling trader сегодня я хотел бы снять небольшое видео о рум туре своей квартире как я живу что там у меня есть как и снимаю видео но и все остальное я хочу начать с того что живу на третьем этаже коридоре есть два лифта или лифта точнее центром лифта том тут и на этаже 1 2 3 4 5 квартир и вот это моя сейчас открою так все отлично нас встречает тут кухня и и стол небольшая правда ну хотя бы какой-то там и лампы холодильник большой печки о печке в этом духовке печется тортик раковина не знаю что то еще коверчик этот шкаф и там ванная а тут у ты моя комната там фотографии календарь рабочее место мне часики телевизор и небольшая приставка аквариум с рыбками диван и кровать здесь плю и обязательно кондиционер а то летом тут жарковато и тут тут есть и небольшой вид с окна даже какой небольшой общей никакого нету только какой-то завод тут стоит кирпичный и все именно кирпично как он выйдет а что там именно производят я не знаю так кто это звонит алло привет привет можешь помочь а с чем моему дедушке нужно помощь он говорит что в селе что-то странное происходит и портит меня помочь но у меня не хватает на это времени сможешь помочь да а что именно нужно сделать мне он не рассказывал сказал что расскажет как приеду хорошо тогда я поехал чуть не забыл его дом самый темный в селе окей я поехал пока выходит не теперь еще другу придется мне помочь поэтому там ванну и остальное хотя что-то еще показать покажу потом а я же забыл еще спросить куда ехать ладно сейчас позвоню спрошу и по я пошел до собирать верующие и уже включу камеру тогда как я приеду я уже практически на месте вдруг говорил что дорога потом должна быть узкая тропиночка а потом недолго пройти по такой дороге и уже тогда ты будешь же в деревне здорово сюда было не близко я очень долго ехал что уже же наступила ночь теперь иду деревню и за то что там была узкая тропинка я машина точнее такси кстати на такси никак не смогла бы приехать еще хочу показать что я с собой взял яблочки ножик на всякий случай и вот такую сетящуюся палочку ладно все пошли теперь по дороге уже в деревне если шо мне еще он говорит что тут нужно идти прямо так вот где нету деревьев а то там может казаться как повороты но они никуда не идут а просто в лес ладно недалеко идти связь тут не ловит и вообще самый глухой лес а вот то что он и говорил где нету деревьев но тут нету деревьев а тут есть и тут же тоже есть правильно ну да значит не я наверное идти сюда а для черча взял с собой на всякий случай нож это тут и дикие животные горел водится не знаю там кабаны либо может волк какой-то пробежать не знаю он тут очень редко бывал поэтому точно не знаю а теперь куда сюда вся тут тупик или мне через вот эти заросли идти а ну тут можно пройти ладно пошли дальше тут все заросло все в этой траве это сколько еще идти нужно уже устал ладно давайте пойдем дальше так это что было убежала ладно давайте кто-то тут им водится водится так куда сюда а мне опять же сюда не сюда вот это я не он не говорил мне про какие повороты может тут новая дробь появилась не знаю так если сюда пройти что тут еще куча разворотов давайте все-таки пойдем сначала в тот а уже потом туда если что давайте пройдем тут так вот немножечко прямо если тут и не будет типа ничего тогда уже вернемся назад цветов тут много может себе домой немножко нормально я цветочки люблю ага вот тропинка и вон я уже вижу деревню ладно давайте уже тогда пойдем к ней и как он говорил домик и должен быть самым темным в деревне так вот это два темных тут тут интересно то они или нет так все спят похоже там только что-то горит но это темный вот тут по моему самый темный возьму а может быть и этот нет ну и как если вижу лично для меня вот это сам темный значит мне похоже к нему овечки тут сейчас немножечко проявляюсь он уже луна так как кстати что-то светилось так тут костер сеться ладно а что тут еще есть тропинка куда-то в лес что ли просто посмотреть что ну да она куда-то в лес идет не знаю может там какой-то саратчик находится не ферма еще что-то я не знаю тут первый раз ладно пошли тогда в дом стучаться ну что ж давайте постучимся тут кто-то есть да это кто я приехал помочь вам и по моему ваш сын должен был рассказать что я приеду а это ты его друг ладно тогда проходи хорошо ну что же что у вас тут такого происходит у нас сначала было все хорошо но потом начал пропадать исход и какая-то часть урожая мы сначала думали что это обычно какие-то дикие звери но потом одна соседка мне соседнего дома не заметила какое-то странное шестиногое существо которое убила одну овечку если ты видел тут недалеко загон да я тут видел овечки то вы хоть их было четыре не их тут вообще было пять и она двух съела и с чем же мне тогда нужно помочь вам тут в селе живут уже одни старики и мы уже с этим не можем чтоб ничего поделать и поэтому нам нужна была чья-то помощь всех там дети либо очень маленькие либо мне в школе там учатся а мой внук как раз и отдыхал и и я его позвал помочь чтоб он может помог как-то эту тварь убить но он был занятый поэтому он позвонил не чтоб я вам помог да все правильно так сможешь помочь ну смогу помочь мне то есть правильно просто найти это существо и убить пить да ну там можешь попросить там не знаю оружие либо какие-то ловушки у фермера тут недалеко есть фермы поле на котором кстати пропадали некоторые урожаи наверно тоже съедал и у него там в этом как там сарай тоже не пропадали пару животных то там тем не поможет хорошо а где находится если ты когда шел там по дороге к нам это может быть замечал такое раздвоение тропинок и когда там через густую траву было пройти там еще одно было и там те нужно идти будет налево да я видел это я понял тогда мне сходите и попросить у него это да ну давай уже на утро да чё сейчас хожу это уже по хочешь он там все равно не спит поэтому хочешь можешь сходить сейчас можно утро но я тогда наверное сейчас хожу чтобы узнать все а уже на утром начать и все делать ну как знаешь я тогда уже пошел спать это уже поздно я уже старый хочу спать я тогда понял ладно я уже тогда сейчас нему схожу посмотрю что там хорошо все спокойной ночи спокойной ночи пока пока так ладно придется теперь найти зайти на ферму какую-то лишь помните там было раздвоение где еще такая густая трава наверно нам значит туда нужно идти ладно пошли тут недалеко идти как вы помните надеюсь я этого опять какого-то монстра не встречу интересном все откуда взялся что это мне за я какой-то монстр чудовище ладно спрошу у него узнают то опять же постоянно забывает то что нужно спросить у это не спустил как он выглядит что там у него спрошу так он говорил через этот пустую траву на виду правда и погустее но все равно так а теперь налево то есть вот туда вот вы слышали крик он доносился по моему туда с фермы давайте торопимся кто это мог кричать может он кричал там встретил монстра или еще что-то на всякий случай если вы помните то у меня есть но что если что не знаю можно попытаться будет его это монстра ударить чтоб он и отбежал ладно сколько тут еще идти опять крики а вон уже этот ну как сарай ну сарай так опять тут густейшая трава на а вот он уже опять тут густая трава как тут можно вообще ходить и вообще тут кто-то ходит ладно ого неплохо дорожка мне наверное туда там свет как раз горит ладно пошлите сюда значит сюда мне наверно нужно заходить ну что ж давайте откроем двери так стоп кто это лишит с вами все хорошо он напал на меня кто напал на вас кто бежал через решетку кто напал на вас как через какую похоже через ту решетку вам плохо не знаю может вам какие-то аптечку принести что-то а у вы еще живой похоже уже нет похоже не успел похоже этот монстр напал на него не убил его вот оказывается чьи это были крики а монстр похоже свалил через вот этот решетку проломал ее или она тут была такая сломная и убежал что же мне делать самый лучший вариант который я придумал это попытаться тут найти где-то ловушки и расстать и чтобы побыстрее словить этого монстра давайте начнем их искать я думаю не где-то среди коней либо овечек них не будет может быть они в этих ящиках но эти ящики закрыт поэтому я в них никак не загляну а вот они могут быть на втором этаже так открываем люк так залазим отлично что тут у нас есть столик и кучу стен так давайте сначала сходим сюда что тут сена еще сена и еще сена тут только одно сено находится а с наверно обеденный как стол так так тут какая-то кухня огнетушитель батареи вот много всего интересненько так а что тут за шторкой тут две кровати телевизор какой-то супер древний еще одна батарея и рюкзак так и тут интересно где не может быть но тут они даже и негде им быть в кухонных ящиках вряд ли в стиральной машинке то там вообще ничего нету вот может быть они в рюкзаке так сейчас проверить нужно ведь немножечко о так вот пока они выходят в рюкзаке ладно сейчас одену рюкзак и тогда я пошел назад в село закрою на всякий случай дверь и пойду все ловушки у меня есть значит монстров по я вполне смогу попытаться на них поймать так спускаемся и все пошлите дальше эти двери на всякий случай тоже закрою ну что ж теперь давайте пойдем назад а кстати давайте быстренько смотрим что тут за местность тут какой-то огородик нем что-то растет не тут куда-то дальше идет дорога может быть на поле наведет какой-то или там еще одну деревню либо тут еще одна дорог той игру в деревне к силу ли к чему она вообще идет интересно ага вот и вижу тут опять супер густейшая трава и тут и немало вот так это что целое поле вот похоже ти пропадал уже от кучей ну-ка кучу есть места где нету вообще никакой травы ничего какое оно большое ладно давайте все таки возвращаться назад и уже завтра утром расставлять ловушки еще кстати читал там в интернете что завтра должен быть сильный дождь там и ветер поэтому нужно пораньше встать чтобы побыстрее с этим закончите и все и сидите отдыхать и надо еще будет с этим деда спросить может быть он знает где это существо очень часто бегала чтобы знать где расставлять зато так лес большой где угодно можно расставлять эти ловушки опять это супер густейшая трава через нее проходить ух ладно пошлите дальше не послышать я думал опять она где-то бежит вороны карты птички пою уже вообще супер поздно надеюсь я приду не опять послал опять наверно послышал что я уже прислушиваюсь каждому звук мне кажется что она все бежит бежит там где-то наверное мне только кажется вот я уже сюда дошел 1 нам по моему сюда да 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 вот нам сюда и вот теперь дальше вот просто по прямой идти все ладно и тогда наверное сейчас уже буду ложиться спать чтобы пораньше проснуться и побыстрее рассад ловушки пока не начнется дождь если его конечно еще рано утром не будет и включу уже камеру тогда утром как пойду расставлять но так всем спокойной ночи и мне спокойной ночи я тогда пошел спать все увидимся уже утром какое же хорошее утро тишина поют только птички нету никаких звук машин там и других звуков а так сказать просто тишина я только что при завтракал сейчас думал you быстренько там пару минут прогуляться и пойти уже за ловушками расставлять сейчас вообще раннее утро солнышко уже встает там пока что уже все спят и мне дед рассказывал что тут и неплохая вот тут есть полянка но она пока что есть потому что потом ее хотят перейдеть в еще одно поле которое будут засаживать вот тут очень есть большая от поляна опять же повторяю все где хотят взять еще одно поле чтобы было в два раза больше урожая а пока что тут стоит только такой один и домик ну как это можно за домиком какой-то сарайчик и с крышей тут есть дрова чтобы сделать развести костер не значит пожарить то есть знаете такое место где просто природа и все и больше тут ничего нету так недалеко как раз одевни ну короче прикольное место мне тут и думаю понравится посидеть поотдыхать после того как расставлю ловушки теперь давайте вернемся домой так куда мне идти сюда возьмем ловушки пойдем и расставлять там сша ловушки типа капкана капканов или капканов на капканов тип такого просто проставлять и где-то и пару места знаю где часто видели чупакабру ну хотя какую чупакабру монстра и и и сказал что больше все знает фермер к сожалению как вы знаете фермер умер ладно все есть час быстренько возьму ловушки и даже включу камеру ну что же взял капканчики и теперь давайте пойдем их расставлять первый я не знаю можно тут поставить потому что тут овечки как раз его есть и он бывает и заходит за ними ну давайте сначала начнем с вот той вот фермы где я был там темного животных и всех остальных днем как и не он рассказывал его не этого монстра не должно быть он появля ну как появляется он больше всего активен по ночам то есть нём его он либо с питом и не знаю где он там жет в лохове у себя не за там какой-то янг еще где-то в норе ну так короче днем его не встречали и наверно встретить будет ну не знак будет невозможно поэтому это даже хорошо что мы надеюсь мы не встретим его опять же вот эту супер густейшую траву проходить я уже к ней даже и привык ладно где-то вот там потом кстати знаете помните там разрушенная решетка давайте прям под ней поставим ловушку пятник ладно показалось так проходим аккуратненько так на огород он этот не забегал ну то есть тут пока что как я смотрел вот и увидел все целенькое знаете зайдем сюда он как всегда так себя лишит и давайте пойдем хоть и нет давайте обойдем а как тут обходить через лес ладно я пролезу думаю там через эту решетку чтоб не обходить все и поставлю вот там капканчик вот сейчас возьмем его и давайте вот туда отлично так хорошо там стоит то есть еще он там прыгнет надеюсь попадется него ты лишь и думаю через главный вход он никак не зайдет сюда то можно на всякий случай поставить вот сюда отлично это вдруг и забежит сюда не знаю то он похожишь как рассказывали урожай есть потом можно поставить и на озере кстати сейчас я расскажу об озере там есть недалеко тут озеро если увидеть тут есть тропиночка 1 она как раз ведет на озеро и там его часто встречали рядом с листвой одной может там его лого вы видели он тут пробегал топ он там стоит что ли ли шон там делать вы видите шиву шон там дед бежал он там делал ладно давайте пойдем дальше отсюда даже пробежусь немножечко ну то еще меня заметит кстати хорошо что он меня не заметил и не напал на меня вот вот и и вы знаете если там практически пустую траву то там будет раздвоем тропиночек откуда я пришел и ты деревня а вот если тут пройдет по такой густой просто сюда редко кто ходит но только максим покупаться и это только летом но ходит короче покупаться да на озеро это тропинка ведет и опять же повторяюсь что мне рядом с тем озером есть там трава в которой часто что там него замечали там делает и еще что-то ну как постоянно ходили туда смотреть то там ничего не было вот такое большое красивенькое озеро я прям тут даже скриншоты сделаю они скриншота этот себе фото на телефон поставлю куда-то ладно куда а вот в этой траве или в той места давайте посмотрим сначала вот эту не это не она наверное потому что реле которая дальше по моему не говорил а вот этот дальше давайте тогда уходит пути где-то поставим капкан да тут прям как будто знаете такая тропинка давайте вот тут возьмем и поставим его отлично ладно теперь пошли тем назад деревню я это уже сколько три капкана расставил еще у меня есть три там все их было шесть штук и опять же повторяюсь вернемся деревню сейчас расскажу что все в этих местах расставил и потом еще раз просмотреть территорию ближе к обеду и вечерочком не появился лентам где-то не попался ли не будет но если капкан будет закрыт этот сто процентов он попас либо там не знаю кровь очень туда попался тебя могло и дыру водикое животное попаться но их он дед рассказывал что тут давно их не близли либо опять же этот монстр их там поседал и еще что-то ну и сейчас зима просто все спят что угодно может быть вот я уже практически дошел и давайте еще вот поставим ловушку там где вот тут у точнее он тут тоже всегда тут постоянно ходят они прогуливаются стали видят что он тут тоже бегает тот там бегает а тут тут вот особенно он любит густую траву поэтому давайте где там в ней поставим капкан главное сказать где я поставил что они случайно не попались давайте где-то вот тут вот поставим капкан так вот так вот отлично все пусть стоит так главное не наступить все теперь можем идти в деревню ну или в село называйте как хотите у меня осталось два капкана расставлю их либо вечером либо еще когда-то так кстати связь же так и не ловит да связь так и не ловит так что это дождик уже начинается вот давайте поторопимся то тут бывает что связь ловит то не ловит вот как и обещали начался дождь давайте быстрее уже дойдем кстати его и опять же еще его монстра то есть встречать еще время дождя то есть такая знаете когда мало кого то ходит вообще там по лесу то есть такая плохая похода он любит тогда обед либо ночь либо дождик либо гроза но либо все что уходно ладно давайте побыстрее уже то не хочу промокать я уже и так промокну все равно все отлично все я уже все капканы расставил не капканы 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 не ставим 1 все теперь буду и посижу поделаю свои дела и уже включу камеру например ну включу ее и в объекты и вечером а вы уж увидите только то когда возможно что-то интересное произошло ладно все увидимся вот я днем прогуливался и на увидел что тут закрытый капкан и кровь возможно это он даже и попасть потому что видно например часть урожая пропала я если что не будет здесь отдел дождевичок и поэтому я не промокнул урожай пропал капкан закрылся кровь есть значит возможно это он и был только его тут вообще нигде не было видно и не знаю никаких там его рыков криков ничего такого тоже не было слышно все остальные капканы я тоже проверил все они сработали то есть только вот этот возможно он пришел пообедать сюда не знаю одна и тогда наверно час буду возвращаться в деревню и опять же включусь когда буду делать ночную проверку то есть там перед сном уже сам надеюсь хотя бы тогда он попадется ладно все увидимся вот я уже переверяю скоро думал ложиться спать я опять же все проекты ловушки нигде ничего не было нигде ничего не изменилось и вот иду сейчас проверять последнюю ловушку так а где она а ешь забыл это даже она не тут находится она находится вот там а еще я хотел вам одно показать я с собой кроме ножа взял еще ой не палочку а сейчас где того пистолет на всякий случай а то вдруг она на меня нападет чтоб я мог от нее целяться главное не забыть что он не есть ладно капкан по моему где-то вот здесь находится так она тут что забыла нужно здесь она не заметил она не заметил ладно давайте бежать нет она мне догонять если бежим дедите пистолет лично иди отсюда я по нему попал на 10 стать нет нет стал бежим бежим что он тут делать где отсюда слава богу я хотя бы учился стрелять как дену похоже отстала и боем очень много пульс и директе сколько все лишь три пули но это и так много но но слава богу не стало тема пистолет пригодился реально нет я туда не буду возвращаться я лучше пойду отсюда вам ладно выходит не знаем что на что-то там опять сделать пойду ночью проверю может быть она попозже отойдет оттуда я его точно очень хорошо поранил поранил страшно было но за мной погналася я просто просто горю за муж все спасибо что с собой взял пистолет ладно вернусь туда вечерком а пока что на этом уже все пойду отдохну то вообще его нигде не было целый день и утром не утром не я его утром не встречал сейчас вдруг появилась что он там все интересно давайте завтра проверю все ладно напишите в комментариях что мне дальше делать пойти мне посмотреть что там или пора расставлять еще может быть ловушки либо не знаю вызов там полиции кого-то там чё шопа по отлая шопа отловили его напишите в комментариях как хорошо сидеть вечерком перед костром вместе отдаленным от городом где вообще никого нету тишина и спокойствие как вы помните в прошлой серии я встретил этого монстра и вот сейчас как повечерело я думаю опять сходить туда и проверить все все таки что же там было что там находится и что он там делал еще по расставлять пару капканов и капканов как сюда не знаю ладно сейчас за ними зайдешь и возьму их и пойдем так отлично все взял теперь можем идти закрываем двери и пошлите после того опять же не повторяюсь как он напал на меня я мы его больше не видит то есть он там никуда сюда не прибегал за мной не бежал туда его их не ходил проверять если там если он там и сейчас проверим а так все потом было тихо спокойно вообще ничего не было и даже уже ну как не знаю что делать с ним то мы его нашли но это было прям это я его встретил так внезапно что даже не знал что сделать теперь я то как вы помните у месте они так где телефон связь не ловит яблочки моего пистолетик как вы знаете опять же повторяюсь он у меня есть поэтому если что я буду то уже все таки этого разные на него убить если конечно опять же сейчас встречу ладно опять это густая трава а вот это озеро кстати помните в прошлой серии говорил что хотел сделать скрины так загляните в сообщество у меня на канале и там я уже выложил как раз парочку скринов то есть если кто-то захочет там поставить себе куда-то на заставку либо еще куда-то то все там есть так я вот опять забыл в этой пустах или в тех ладно давайте сначала проверим вот эти тут похоже ничего не туда тут знать не стало опять в тех так идем туда так тут же его надеюсь как прошлого раза не было я его нигде я не вижу а вот и капкан а он все таки в него попался сколько он крови да все таки он тут был ну что же что дальше дядя деву искать я даже не знаю может он опять где-то рядом с этим озером ведь может еще он где-то не знаю давайте сначала знаете так небольшой кружочек сделаем вокруг озера и потом не знаю еще где-то его попытаюсь поискать опять же повторяюсь и в сообществе из картинки скачайте если хотите там не знаю чтоб я сделаю когда была ночь либо когда была день это напишите в комментариях я постараюсь делать вот кто хочет сейчас эти вот и кто хочет скриньте прямо сейчас стою жду надеюсь вы уже сфотографировали ладно все давайте пойдем дальше интересно конечно откуда это два дела си может дед у нее тут логово есть не знаю еще что-нибудь вообще без понятия я уже тут прошел вообще ничего нету дальше там какая-то гора небольшая вот тут у должно быть это поле кстати можно на нем еще потом проверить это тоже второе проверю после озера а потом уже где фермы и все остальное хотя там еще одно поле поэтому тут еще многие проверять ладно я тут не вижу давайте сходим за капканом заберем его либо откроем еще раз то вдруг еще раз попадется либо переставим трое место у меня все равно есть еще два его и раз там так не знаю давайте от войти кустах попробуем час расставить его так вот он мне капкан сейчас беру как давайте сначала найдем место о давайте тут тут идеально поставим отлично вот пусть тут стоит теперь пойдемте туда там его откроем либо заберем даже она могла одеваться на 1 вот он так давайте может пить цветочков нарвем кстати еще мне как идея появилась стоп а это что такое это кажется кровь и что она она идет куда-то дальше в лес так еще тут данной еще тут она куда-то прям ведет вот еще на куда-то туда идет давайте аккуратненько обойдем наверно это вон да 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 вон она сейчас вон видите еще там то она находится куда же она ведет найдет в какую-то странную яму что-то той яме находится как яма ой как тут тесно прям не могу она там еще куда-то дальше идет не я сначала лучше схожу в деревню возьму все свои нужные вещи там хотя бы эту палочку возьму побольше патронов точнее магазинов себе на пистолет то вдруг она там кстати это же возможно как и олова быть в безопасности на одну счет камеры только что предлагала еще страшно похоже солнышком садится то что-то недавно только повечерело я не готов просто спускаться опять же туда повторяюсь еще лопату можно взять не знаю еще что-то то а вдруг там не знаю навалится ли встречу его либо не знаю там нужно будет веревка чтоб спуститься вообще что угодно то может быть чем я просто так не хочу туда спускаться поэтому давайте опять же вернемся возьмем все нужные вещи и пойдем туда аккуратненько надеюсь опять же ее по дороге не встречу флан давайте пробежимся тот так если будут это это очень долго я буду тут ходить с деревни ой то есть ну да с деревни в той яме и там обратно это очень долго ладно все есть сейчас возьму быстренько вещи если конечно не будут и включу камеру когда уже буду идти туда все увидимся все я взял все нужные вещи вот палочка если что из светить будет поэтому все будет теперь хорошо теперь я полностью тот отправляться в эту странную пещеру не знаю точнее нору но самое главное подготовить пистолет я уверен что там будет это существует не одно даже может быть не ну как минимум одно но точно может быть если она опять где-то не гуляет там по лесу либо опять туда на ферму не забралась но либо еще куда-то все я полностью это и теперь будем смотреть что там я далеко не хочу заходить поэтому быстренько посмотрим если там ничего интересно не будем просто выйдут опять если вдруг кто-то хочет то вот вам вы можете сделать скриншот это немножечко сейчас поворачиваю камеру с разных ракурсов вы могли сделать скриншот все теперь давайте пойдем так все пистолет на туре я готов туда спускаться так это не это кто я уже теперь помню что это за находится во втором этом тип вот в этом втором месте ладно давайте проходим сюда аккуратненько тета будет она вот да вот она давайте заходим вниз так что то с камеры случайно зум там закрутил так давайте аккуратненько ведь пролазить а дальше не могу пролезть ведь как тут пролезть о отлично проложь тут очень тесно не могу куда он так низко тут уже камень какой-то начинается и все кровь тут идет туда идет возможно но попалась на капкан и убежала свою пещеру ну хотя это невозможно назвать пещеры я застрял кажется или нет то я тут камень не раздолблю поэтому давайте аккуратненько проползать о не тут разворотик придется и кажется вы где-то да пролез тут самый сейчас неудобный и еще тут давайте сюда и аккуратненько вот сюда ух сколько тут еще пол вообще не теснее и теснее становится а на этом первый сезон уже закончился надеюсь тебе понравилось и понравился он ставь лайк подписывайся тогда на канал и пиши комментарий скоро я начну заниматься уже вторым сезоном обещаю он будет очень интересным и намного лучше чем первый все спасибо за просмотр удачи тебе и пока увидимся еще пока 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 wa